Здравствуйте, мне сказали, что вас зовут Сергей СТК. Как расшифровывается вторая часть? Очень долгий разговор интересный. Моя задача как исполнителя и танцора заключается в том, чтобы максимально ограничить себя от каких-либо личных привязок. И если бы была возможность просто вместо никнейма поставить номер порядковый, чтобы не было понятно, что это за человек и что он из себя представляет, я бы свойственно это сделал. Просто его произносить было бы неудобно. И в этом плане СТК просто является, на мой взгляд, очень неживым сочетанием букв. Ну, то есть, живое существо назвать так не очень разумно. У меня цель именно заключается в том, чтобы я не ассоциировался с каким-то конкретным человеком, потому что я на сцене, я в жизни, это совершенно два разных существа. То есть, эта аббревиатура ничего не означает, просто набор букв? Ну, она имеет исторические корни, как это появилось еще давно-давно, когда я занимался граффити, но в этом нет никакого смысла или какой-то там знака или что-то еще. Вы сегодня были в жюри, оценивали выступление участниц. Поделитесь впечатлениями. Я человек со стороны, и я смотрел на общий уровень танцевальной подготовки, на то, как это гармонично смотрится. Я буду честно говорить, и мне кажется, что девушкам очень не хватает чего-то помимо того, чем они занимаются. Я сейчас говорю о том, чтобы, наверное, заниматься каким-то пониманием драматургии, пониманием сценографии и так далее. То есть, несмотря на то, что это очень зрелищно и это очень интересно, это сложно воспринимать больше полутора минут, если над этим специально не работать. Это и театральные какие-то практики и так далее. В этом плане это, ну, назовем так, пласт для работы, но с точки зрения их уровня мне нравится, и за этим видна большая именно работа тела. Это вызывает уважение. Вот такие впечатления, я думаю, что. Как вы относитесь к спецэффектам? Вы считаете, что они нужны или все-таки нужно больше обращать внимание на работу с телом, с эмоциями участниц непосредственно? Если любая техника или любой спецэффект является не самоцелью, а инструментом, то это только «за». Я не спорю, что костюм может отвлекать на себя все внимание, но его полное отсутствие не значит, что я буду более внимателен к телу. В этом плане, ну, мне нравится то, что здесь есть хотя бы небольшая работа со светом и с тому подобными вещами, с реквизитом, и номинация, которая была приближена к театру, раскрывает гораздо сильнее, там сообщится, 100%. Вопрос именно в том, что это в любом случае должно быть уместно. Были очень интересные номера, минималистичные, и одновременно с этим были пышные костюмы, которые не клеятся с чем-то еще, с персонажем, с драматургией, с музыкой и так далее. Поэтому все обсуждается очень индивидуально на этот счет. Какое у вас общее впечатление о фестивале? Удивительное событие в том, что я сегодня впервые в жизни вживую видел пол-дэнса, сразу же его судил, и в этом плане мне было интересно. Я не могу сказать, что меня поразили участницы с точки зрения какого-то неожиданного эффекта, но я получил то, что я ожидал, а именно очень интересные эффектные номера, которые в первую очередь раскрывают их физические возможности, и то, какая колоссальная работа проделывается с телом, с пониманием баланса и так далее, и так далее. По поводу работы с телом, вы считаете, что пол-дэнс, спортивное направление, его достойно того, чтобы быть включенным в олимпийскую программу? Мне кажется, что это искусство, любое искусство не может считаться спортом, и я, честно говоря, считаю несколько абсурдным соревноваться в танцах. Это для меня, ну не то чтобы странно, это лишает исконной цели танца. Как же танц на льду? Это шоу. Мы сейчас говорим о том, что из шоу есть искусство, есть арт, а есть искусство. Да, но есть танцы на льду, они в олимпиаде представлены. Сейчас сформулирую правильную мысль. Если говорить о том, что пол-дэнс сейчас является очень хорошим шоу, то это безусловный потенциал для того, чтобы это было спортивной дисциплиной какой-то. Но если одновременно с этим брать технику пол-дэнс и те навыки, которые есть у девочек, и переквалифицировать их, например, на театральной подмостке, это будет не менее востребованным, чем если бы это было спортом. Есть вопрос просто в выборе личном. Поэтому, мне кажется, и тот, и тот путь развития, он перспективен в этом плане. Спасибо большое. Хорошего вечера. До свидания.